Получилась трансляция, мои смотрели, поэтому, хотя мы, как бы, они в куле, я в голове, но, слава Богу, за интернет, мы все можем быть вот так вот вместе, вот, и, но самое главное, конечно, что одно сердце, в одном духе, выясни, во Христе Иисусе, это настоящее, это пророжное, слава Богу. Вот, и сегодня хочу поделиться словом, помолиться за вас и благословить, прошу вашу тоже молитву, тоже, и прошу Бога сегодня о голосе, потому что еще предстоит много, и вот в этом месяце и следующем проповедовать во всей России, Матушке, и в Европейской части России, и в Язании, и в Москве, и в Петербурге, то есть много поездок, нужен голос. Поэтому я прошу на голосе, благослови, пожалуйста. Но сегодня утром я так вообще проснулся, вообще не мог слова сказать, я так думаю, расстраиваюсь, я не расстраиваюсь, не знаю, но как бы вспомнил Захарию, который вообще замолчал, Я так подумал, иногда, наверное, помолчать тоже надо, не все же говорить. Я вообще по жизни молчу, кто меня прежде знал, как художника, все знают, что я молчу. Но Бог призывал много говорить, так интересно, вот, говорю. И, друзья, благодарен Богу за все, за жизнь. Я вчера слушал свидетельства пастора вашего, пастора Владимира, вот, и был очень тронут этим свидетельством, его обращения, покаяния, спасения. И знаете, о чем он потом размышлял? Уже остался там, в репцентре, подголовный, там, вот, небомошный, да? Небомошный. Да, да, да. Интересное место такое хорошее. Вот, и, знаете, он уже уехал, пастор уже уехал, я размышлял, вот, молился. И, знаете, вот, о чем думал, что у каждого, интересно, у каждого человека, верующего, да, какое-то свое свидетельство, какое-то чудо. И Бог каждому из нас, мы такие разные все, да, и каждому из нас, он находит свою дорогу, он приходит каким-то своим путем, интересно очень. Вот, и здесь, на земле, порой удивляешься этим чудесам, которые слышишь. А я представляю вечности, когда мы узнаем все общее, когда все будет ясно, как белым днем, ясно. Удивительно, конечно. Вот. Я много свидетельствую тоже, и сегодня тоже хочу тоже, хочется сказать, но, Богу, славу, воздаю, что вот подросткам еще, вот, 13 лет мне было, и полных. Вот, произошла встреча, Мария, с Господом, вот, которая изменила всю мою жизнь. Я бы, раз в администической семье не знал о Боге, никакой теории, религиозной. Вообще даже не знал, что Он существует в природе. Вот, а оказывается, Он не просто существует, есть, жив, и, кажется, дай Бог ему здоровья. Вот, мы им живем, и движемся, и существуем. Вот, и я даже сейчас скажу, что прошли годы, и... Да, почти, сколько я прошел, слушайте, с того момента встречи. И скажу, что за эти годы я, вот, теперь все больше и больше понимаю, что... Ну, даже мне, как в той песне стали, пелась, представь, страшно мне теперь, что я бы не то открыл бы, вообще, не только в улице прошел бы там. Вот, и благодарю Богу, что, вот, в моей жизни была встреча, которая изменила всю свою жизнь дальнейшую. Вот, и тоже Бог нам дал шестерпить и родить. Хотя, врачи нам говорили еще до того, как мы поженились, что это невозможно будет у нас, не беременность, не роды, а медицинские. Вот, так было. Вот, у жены не было, как таковой матки, она в зачаточном состоянии была, и мы ем, она поженские. Одним словом, нам говорили, что если будете, ну, уже вы поживете какое-то время, а потом можно будет усыновлять, уничтожать кого-то. Вот, но я понимал, что мы должны родиться, у нас будут дети. И знаете ли, и люди, мы предполагаем, всякое, конечно, разное, хорошее, плохое, всякое, но будет то, что от Господа. И я Бога благодарю, благодарю, что вот у нас вот родили мы шестерпить, да, три мальчика, три девочки. Вот, и я знаю, что жив Бог, жив, Господь, Бог всемогущий. Аминь. Сегодня тоже, и утром тоже размышлял, вот, День народного единства в календаре российском, знаете, да, вы узнаете, не знают, но уже меня и поздравляли, я поздравлял. Но знаете, о каком единстве я размышлял сегодня, которое описывается в Библии, интересное единство, но есть разные, конечно, примеры хорошего, плохого единства. Есть такие примеры единства, что Библии и Господь, в Библии тоже пример есть. Там ту же самую Вавилонскую башню строили. Там было такое единство, что даже Бог принялся этому единству. Вот, но это единство очень плохо закончилось. Вот, как бы, если бы Бог не мешался бы, то это единство привело бы вообще бы, ну, антихрист к тому времени. Вот, но есть много хороших примеров единства, настоящего, которые Бог одобряет и благоставляет. И знаете, один из таких примеров, это когда в покаянии люди объединяются, когда вот в спасении к Богу обращаются, в молитве. Один из таких примеров, это в книге пророка Ионы. Короткая книга, до, в третьей главе, как раз рассказывается о таком примере, тоже распространял об этом как раз. Это единство в покаянии, в обращении к Богу и в примирении с Богом и благословении пришло на эту землю. Неневия была обречена изначально, то есть было слово от Бога, что будет там все очень плохо. Грехи, дожди до неба, этой земли. И знаете, что произошло? Ну, кто-то им мечтает, мы все знаем, да, что произошло покаяние. Город великий, три дня в пути, туда-сюда можно ходить по этому городу. Вот, проповедовал. И он находил, четвертый стиль написано, третий глава, что Иона начал находить по городу, сколько можно пройти в один день. И проповедовал, говоря, еще сорок дней Неневия будет разрушена. Бровь была такая, конечно, ну, жуткая, представьте. Вот, и потом, в пятом стихе, интересно, и поверили, не не бить, а не Богу. Объявили пост, надеялись, обвели еще, хорошо, выездили до малого. Вообще, там такое началось, пробуждение такое, да? Вот, это удивительное событие, описано в Библии. Мы знаем, что Неневия была сохранена Богом, была доставлена. И там, значит, там их царь, он дошло слово, там, в шестом стихе написано, до царя дошло. Вот, и он объявил, давайте, да, все будем молиться, проститься, поддержал инициативу, знаете ли, народную. И там было такое пробуждение, что в конце этой главы там говорится, что все, Неневия была сохранена, спасена. Даже пророк был в шоке, в общем, вот, он даже как бы расстроился, как бы, бывает всякое, конечно. Вот, и Бог по милости своей, а ведь ионик, а кого было, еврею, идти в город, который исламился, своим антисемитизмом, будем договорить. То есть, где евреи, это было ругательное слово, ну, понимаете ли, оно ему надо спасать тех, кто, как бы, да и, как бы, в горе этого все, как бы, синий пламя, нет. Изначально-то, когда Бог-то постал человека этого Божьего, как человек, у Божьего не тоже бывает, свои тараканы, вот, и Божьего. Вот, значит, и он не хотел пойти туда, ну, может быть, он думал, ну, как бы, ну, или ладно, конец будет ненавиен. Вот, знаете ли, он пошел в другую сторону совершенно, но Бог остановил этого человека, потому что, если бы показал и в этой книге, и во всей книге, что он хочет, помните, в Новом Завете написано, 1 Тимофею, 2 Глава, что Бог хочет, чтобы все не спаслись, и всегда что-то из них было, и достигли познания истины. А в 5-м стихе нам говорится, что един Бог и един последний между Богом и человеком, человек Христос Иисус. А вот 4-й стихе еще перед тем, кто же он продавал, включите. Да, вот, весьма убедительно, да, звучит. Бог хочет, чтобы все спаслись вообще. Он любит нас всех, даже тех, кто против, даже тех, кто не верит. Я многим атеистам говорил это уже, вот, всякое было, встречались, ну, как, встречи бывают разные у нас, у христиан, да. Бывают такие махровы атеисты, что отрицают, я говорю, не беда, я говорю, тоже выросла в жизни. Но, я говорю, знаете, даже если вы не верите в Него, Он верит в вас, говорю, Он верит в вас. Даже если мы не любим Его, Он любит нас. Если мы не верим в Него, Он верит в нас. И Он свою любовь доказал нам. Если раньше, ну, до Иисуса Христа, до нашей эры, как мы говорим, да, у человеческого рода, особенно вне еврейских народов, ну, в народах разных земли, не святых евреев, да, было какое-то основание, что ли, вот, ну, не верить в любовь Бога. Каково там, знаете ли, порой было слышать проклятие, смотря с некоторых народов, да, и там, допустим, манитяне, а манитяне вообще никогда не мог вообще даже войти в общество Господа написано. Представляете? А если бы я вот на то место, ну, если бы я жил бы там, допустим, и был бы аммитяне, и вот сообщение такое, что Бог Израиля сказал следующее о нашем народе, что никогда никто, ни под каким видом не может быть вообще так в обществе Израиля. Наверное, я обиделся бы, потому что, ладно, как бы, да, но самое интересное, среди них нашлась одна женщина, которая, несмотря ни на что, их было две даже женщины, но одна ушла, вернулась, а Руфь, манитянка, да, манитянка, она пошла вслед за Господом, несмотря ни на что, и она сказала на имени своих, да, свекрови, что, значит, а твой Бог, говорит, мой Бог, твой народ, он мой народ, у нас теперь одна судьба, вот, и было потом сказано этой женщине, что она блажена, благостоверна, и она действительно благостовернейшая женщина, она пошла в благословие по шерфу Христа, Иисуса. Удивительная история, удивительная женщина. И это однозначно показывает, даже если пророки это сказали, даже если сам Бог сказал, знаете, он тоже, короче, говорит такое, что такое, как написано, Пошка Билл, что сказал, знаете ли, «Но нет на земле, нет во Вселенной сильнее силы, чем покаяние, нет сильнее силы, силы любви. И Бог свою любовь доказал 2000 лет назад, свою серьезность доказал самым делом, отдав за нас свою жизнь. Сам Бог всем обущен, отдав Сына Своего единого рода. И это самое величайшее доказательство. Теперь, дамы и господа, братья и сестры, у нас нет никакого оправдания, если мы не верим в любую Бога, нет. Действительно, Бог доказал однажды и навсегда свою любовь к роду человеческому, отдав жизнь свою, отдав кровушку свою. Сегодня у нас это будет приобретение в участии и в харистии. Я люблю и у себя в церкви, в гостях, люблю причащаться. Разные есть, ну, везде, в разных церквях, в разных традициях есть, конечно. Разные воззрения есть, доктрины. Но знаете, самое главное, что это действительно декларация будет даже божественной любви. И я верю, что вот причастие, вообще, вот это духовное пробуждение, такое, духовное пробуждение народов, оно будет вот в наше время, оно таки будет и в христическом пробуждении. Вместе будем причащаться. Христиане разных конфессий, разных динаминаций. И я это сам практикую, и в нашей церкви мы их практикуем. И бывая в гостях, да, спасибо. Я, значит, говорю, что если мы даже не соглашаемся в доктрины каких-то, допустим, не соглашаемся в отрядах, традициях каких-то, не беда. Да, Августин говорил еще, вложенный, в пятом веке, что в главном у нас должно быть единство. Во второстепенном – свобода, разнообразие, а во всем – любовь. А во всем – Божья любовь. Потому что потому узнают все, что мы ученики Христа, христиане, если мы имеем любовь между собой. И удивительно, я молюсь об этом, чтобы действительно мы даже оставались разными, но вместе причащались. И это самое серьезное будет действие, которое христиане могут только сделать. Этим самым, потому что мы можем действительно молиться о единости многое между христианами. Я молюсь об этом. Я молюсь с самого 1996 года, когда он стал таким реформатором. Я начал молиться о единстве церкви, о единстве христиан, верующих разных конфессий. Вот. И знаете, это хорошо, но это еще слова. Это не все. Само дело действия, мы можем рассуждать о единстве, проповедовать о единстве. Но все-таки, само единство, оно в теле храни Иисуса Христа. Мы можем не соглашаться по многим пунктам, но в этом пункте мы должны определиться и быть единственными, чтобы Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего за нас. Кто-то верит в присуществление, в буквальное превращение под видом хлеба, в буквальное плоть Иисуса, под видом вина, в буквальное кровь Иисуса. Кто-то верит в символизм, кто-то верит в одно, в другое, пятое, десятое. Какая разница, как ты делаешь, веришь? Важно, что ты делаешь сейчас. Самое деяние твое важно. И да, мы можем по-разному верить и по-разному это все представлять себе. Я помню, как моя теология нарещала по швам. Кстати, в 96-м году, когда началась моя реформация личная, первый человек, который не пророчествовал о моем служении сегодняшнем, это был ваш ближайший товарищ, будем так говорить, Карл Густав Северин. Как раз с Слова Жизни, значит, все Карла знают. Ну и не только в Слова Жизни, конечно. Вот, в 96-м году это было в Бомеле, Белоруссии, о мне пророчеству тогда, о моем служении реформаторском. Я тогда был еще традиционным священником православным. Я не думал о реформации. Ну, мое желание было, я уже готовился к тому, чтобы выйти из традиционного православия, вот как системы, как именно, как священник перестать служить уже. Потому что я уже понял, что, ну, многие вещи, которые раньше я верил, я просто разуверился и к тому времени. И я понял, что я больше не могу исполнять обязанности священника, какие раньше исполнял, ну, поверен, мне так говорить. Вот, я, допустим, тогда уже, ну, будучи уже, еще последние месяцы оставались в моей традиционном православии. Я был тогда настоятелем храма в Брянской области. Начинал здесь, кем-то далеко, значит, как чтец Ордовской и Московской области, а как священник Лязань, Лязанская область и потом Брянская область. Служил с 87-го года, ну, де-факто, а до юра, с начала 88-го года уже. И, значит, а священником с 91-го года он служил в Грязани уже, потом в Брянской области, вот, и потом в Брянской области. И вот в Брянской области, да, он последние месяцы служил, но я уже фактически, ну, разочаровался во многих вещах. Доктрины, они, понимаете, в некоторые вещи мы верим, потом в них разуверились, допустим, другие верят уже вещи. Допустим, я в чем разуверился? Я разуверился в разных вот ходатайных, посредниках Бога. Я понял, мне не нужны никакие ходатайные, все. Я уже настолько накушался этого, что мне уже не хотелось ничего подобного. Я хотел только лишь Богу, и все. Ибо един Бог, и един посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус. Все очень почимо. И сам Христос сказал, я есть путь истинной, жизнь. Думаю, куда уж проще, куда уж яснее. Чего мы там велосипеда заберетаем? Вот еще это. И в своей личной молитве я фактически уже тогда, ну, упоминал уже много святых, но у меня уже молитва ближе к Богу была. Вот. Но, приходя в храм, как настоятель храма, я обязан был петь, молиться, так как я уже практически не верил или мало верил. Это было очень тяжелое время для меня духовно. Где-то с месяца, наверное, такие были болезни внутренние, серьезные. Но у меня еще что задерживало, думаю, может быть, кто-то узнает, что я самый умный, что-нибудь? Ну, может, я заблудился, может, мне надо, как бы, начинки какие-то, может, станциям погрузить. Вот. Но чем больше я ездил, тем больше понимал, что нет верной дороги. Это вообще говорится. Дорога одна, и сам Иисус Христос. И все, это я уже, что-то, все больше и больше есть нам для себя. То же самое почитание икон, мощей, ну, знаете, уже прежние годы, до 96-го года я все это почитал. Но в 96-м все, как бы, зарекся даже больше никогда все. Не почитаю этих вещей. Я лично к Богу прощаюсь, все. Вот. И все. Вообще, грех недового поклонства, он, знаете, в чем, опасность его. Что под такими, казалось бы, такими вещами, которые должны, по мнению обывателя, приближать человека к Богу. Или, как бы, указывать на Бога. В реальной стерилизации к Богу, а не прощаю этот Бог. И это весьма печально. Поэтому я это все пересмотрел тогда. Да, опять-таки, как мне священники, мои коллеги вчерашние говорили, на то, что, ну, как ты дошел до жизни такой, что, что это, что случилось? Я говорю, ну, что, как мютер говорил в свое время, соус-скриптура, а Библия, казнатель. Вот, Божье Слово пришло и написано у Иоанна 8.32. Это место писания Иоанна, 8 глава, 32 русские. Это написано. И познаете истину? Истина сделает вас свободами. Янгус говорил еще за 100 лет до лютера, что, говорит, истинно ничего другого не делает, как только освобождают человека. И действительно это так. Истинно освобождают. И все. Вся шелуха религиозно посыпалась. Вот. И я благодарю Бога Всевышнего за это. Вот. И сегодня мои, изобратья, моих священников, священников, я верю, что Бог всемогущий. И Он, как тут в 6 главе Деяния, там, многие из священников написано покорились вере. Сегодня Бог может и сегодняшних священников, как тогдашних, так и сейчасшних, может покорить вере. Праведности Божьей. Вере Божьей. Дети, имейте веру Божью. Не просто абы какую, а Божью веру. Слава Богу. Вот. И благодарю Бога за это все. За все. За служение. И к которому Он призвал меня. И вот Карл Грустов тогда, он пророчествовал. Но пусть Карл простил меня, но я ему тогда не поверил. И я не спорил, конечно. Тем более он там в преамбуле сказал, там, так говорит, не спорь. Ну, как бы этот, переводчик так перевел, как раз. Вот. Значит, ну, не в обиду ему сказано, нет. Я подумал тогда грешным делом, думаю, наверное, Карл, думаю, наверное, желаемость действительно выдает. Какая там реформация? Не до жира, быть бы живым. Ну, вот. Какая там реформация, обновление, служение, такое, в православии. Да, потому что, не, не, где угодно, но не у нас. Может, это там, у них там, а в Европе там, да, где-то еще там. Ну, у нас гибло дело невозможное. Вот. Тем более мне заниматься этим. Я себе никогда вообще видео не видел. Ну, вот кто-то бы занимался бы, да. Может быть, я кому-то где-то и помогал бы на подкумате. Но, не, не, не. Это не мое совершенно. И поэтому я, значит, внутри себя даже где-то не могу так рассмеялся. Знаете, как вот это? Сара там. Я все вспоминал потом. Вспоминал. Другой, надо же. Я теперь понимаю, что происходило. Но самое интересное, самое интересное было то, что прошло несколько месяцев. Я уже действительно вышел уже тогда уже из традиционного православия. Объявил начальство своему, что так и так вот по идейным соображениям ухожу. Как будешь? Что? Что случилось? Я рассказывал еще. Епископ мне, в Брянске, я всегда говорил мне во время разговора, три раза одно и то же мне сказал. Вот тебе это надо. Я вам это рассказываю, рассказываю. Вот. А вам мне, тебе это надо. Вот. Значит, благочинный мне говорит, а что ты можешь сниматься вообще? Я говорю, я еще не знаю точно. А, вот все. Дурак, вот. Ну, похоже, пару месяцев по секунду. Все, что ты мерзнешься. Как будешь жить вообще? Ну, как бы, ну, здесь приход, расход, да вот. Вот, все понятно, как бы, а там, ну, ты, ты что, парень? Ну, короче, надо. Вот. И тогда я говорю Богу, что жена поддержала меня в эту трудную минуту. Потому что, я не знаю, решился ли я бы вообще на такое, если бы жена не поддержала. А потом и теща стала моим союзником тоже. Все, как бы, вообще реформация началась. Серьезная. Да, вообще-то силы, силы чужие. Вот. И знаете, а еще прошло там буквально месяц-два после того, и я вот стал замечать. Все то, что как бы про общество, так, оно же все правда. Потому что, читая Библию, везде это вижу. У меня начинаю молиться, у меня все молитвы заканчиваются, об этом начинаю молиться. Вот это да. Сновидение. И там, Бог, даже поспать спокойно не дарит. Засыпаешь, и прямо там все. А в ассе там одно, другое, там такое служение. Вот это да. И наоборот, такие странные сны даже. Самый странный сон такой был. В Киеве уже приснился мне. Представляете, значит, видел вроде похороны, не похороны, не поймешь. Но народ весь там в полумраке, как бы так вот. А свет в центре помещения такого большого. Свет. И где свет, там еще такой подиум как-то стоит. А на подиуме гроб. Закрытый гроб. Но самое интересное, я стоял в стороне там. Но я почему-то знал, что на гробе находится. А во гробе было тело мертвой девушки. Над ней надругались. Я почему-то знал историю. Над ней надругались, убили, расчленили тело. И все-таки лежало там, в этом гробе. Жуть. А это все ночью во сне. Так, приснитесь, жуть. Но самое интересное было дальше. Прямо там же во сне. Я недумевал, к чему это вообще, что это, зачем я здесь вообще. Вот как бы даже похороны, а я причем здесь вообще. Вот. Никаким боком припеком как бы здесь. Но самое интересное дальше, прямо во сне слышу голос. Во сне голос говорит мне. И я понимаю, что это фон. Бог Всекрешний. Иди и молись за ее воскрешение. Иди воскреси ее. Я, понимаете ли, я настолько опешил, но я попадался, ну, призвать к здравому смыслу, как бы, к своему. Знаете, вот, ну, это был сон. Ну, наяву я так, может, не решился говорить такие вещи. Но во сне я стал, не то чтобы выручить, но я, ну, как бы, извинился, ну, Господи, но, я не помню даже, как я сказал, но я сказал примерно так, что я никогда не молился за воскрешение мертвых, во-первых. Значит, как бы, да, извини, Господи, я не пробовал никогда. Ну, на самом деле, я тогда и не пробовал никогда молиться за воскрешение. Это сейчас уже какой-то опыт, уже есть, уже несколько стучек о воскрешении. А тогда я не пробовал еще, даже, и не думал никогда. Думаю, это, может, где-то там Рейхан, Бонке, в Африке, где-то ему, где-то там еще, в Индокитае, там, в Англии, не знаю, короче, где-то еще. Но у нас, не знаю. И, понимаете, понимаете, и я сказал примерно так Богу, примерно следующее, что, я говорю, может быть, я даже попробовал бы даже, может быть. Но она же не просто мертвая, она же еще, да, русский, ну, это же не конструктор, знаете, собрать кого-то. И я думал, почему-то мне казалось, что я очень убедительно сказал Богу, что, как бы, ну, как бы. Но самое интересное, тот же самый голос еще раз мне то же самое сказал. Хоть бы что, знаете, вот вообще, как будто бы я вообще ничего не говорил даже. А мне казалось, я убедил его не делать этого. Вот. И, представляете, тот же самый голос сказал, иди и воскреси ее, иди и молись за ее воскрешение. Я понимаю, что мои аргументы вообще не учат, не учат никак. Я, значит, стал как-то учащаться, что-то еще сказать. Я сказал примерно так. Дальше я начал говорить, что, говорю, ну, может быть, я как бы это попробую даже, выйду, помолюсь. А если не получится, что-то не так пойдет, что... Вроде как бы не на меня буду говорить, а вот какие верующие, вроде как бы какой Бог там... Ну, вроде как бы за его авторитет, вроде, его имя, как бы, может пострадать, как бы. Ну, представляете, значит, ну, ладно. Я думаю, наверное, это как бы Богу, ну, как бы, голосом скажет. Ну, хорошо. Нет, самое интересное, тот же самый голос, так же. То же самое слово, снова говори мне. Третий раз. Иди и молись за ее воскрешение. Иди и воскреси ее. Я попытался что-то еще раз сообразить, сказать. И не получилось, я проснулся. Ха, проснулся. Еще потемно, еще засыпало. Как бы все спят, же на спине спят, дети спят. Я так на кухню ушел. Сна не в одном глазу, вообще, как будто бы ее вообще и не было. Значит, ну, ладно. Значит, в мае первая мысль была такая. Думаю, надо же, чтобы приспилась ли я. Вроде и на ночь ничего делать. Ну, как бы мало ли, чтобы красник приснулся. Ну, как бы, вот. Но отмахнуться не получилось от этого сна. Забыться. Потому что очень, как бы так, все было живо. Все. Вот. Ну, и я там, давай молиться. И первая мысль была такая у меня. Первая мысль. Наверное, Бог показал упрямство. Думаю, ну, слава Богу, это было все-таки сон, думаю, это же не в яве было. В яве я бы, наверное, так бы не осмелился. У меня ума не хватило бы так бы спорить с Богом. Вот, значит, кто и такой. В принципе, что-то мне требуется. Помолиться? Что-то, ну, сломаешь меня. Значит, вот, значит, ну, понимаете, думаю, наверное, Бог показал мне во сне, вот, как будто упрямство. Думаю, ну, хорошо, я каялся, проси прощения, Господи, не простигаю. Вот так и так. Больше не буду, как разумляюсь. Вот. Молюсь о том, о сен, там, как говорится, за детей в Никаратове, ну, то есть за мир во всем мире. Все, вроде, помолюсь за, о чем я знал. Потом, а сна так же и нету, и вообще мне не хочется спать никак. Дальше буду молиться. Думаю, что, что, я должен молиться дальше? И вот я начал молиться на других языках. Ну, я в 96-м, когда я вышел из традиционного православия, буквально через несколько месяцев, вот после общения с коронавирусом, да, через несколько месяцев, вот, я был крещён только сегодня. Ну, вначале моя жена, мы вместе вышли, там было такое, всё, ну, что это общение такое. Вот, из чая мы, без чая, из молитвы, без молитвы, всё, над словом Божьим. Там были пасты, служители протестантские, праздники, за людей, и поступило предложение уже под утро там. Вот, кто оживает, крещённый друг, всё-таки. Вот, а вот как раз было рассуждение, всё-таки, молились, там всё. Вот, значит, там была группа верующих, которые тоже ожидали от крещины груза. Ну, и как бы, и мы тоже вышли. А, ну, мы к тому времени уже созрели, когда молитвы. Потому что, по началу, мне всё черное-то казалось, вообще, думаю. Вот, думаю, ну, оно надо мне, как бы, и ты вообще не как бы не надо, наверное. Это торопарщина какая-то, думаю, оно, как бы, ни к силу, ни к городу. Вот, и вообще, думаю, это просто, наверное, желаемо за действительность. Потому что, на фантазии, прям накрутились и всё. Вот, и даже я поначалу очаровался, а потом ходил, когда в собрание такое, слышал там, там молятся на языках. Там писяки такие были, в жилетском состоянии, кричали, молились на языках. Вот, и, значит, и, ну, ладно, думаю, вот, хорошие братья были бы даже, может быть даже, если бы не вот эти языки, и всё, можно думать, годно. Вот, и тем более, думаю, они же сами признают, что они не понимают ничего. Вот, говори себе и Богу, и всё, значит, ну, через верх грязно, значит, а вот, а вот, зачем-то на люди всё. Ну, ладно. Хорошо, у меня были свои аргументы против. Ха, это я ездил один когда-нибудь ещё. А жена знала, что я, ну, я ещё, извиняюсь, бельгий, я не 10-й. Значит, я был ещё традиционным священником последний месяц этим. Значит, и однажды она сама, любопытство, страшная сила вообще, она, значит, сказала, ну, ты вот сейчас, я собрался как раз уже, ты куда? Вот, ну, говорю, вот, ну, ногонёк к сегтанту, гости, профессионнику, а меня возьмёшь, говорит, поехали вместе, что-то, ладно. Вот, поехали, я с другим, она рядом с ней, значит, там, общаемся, я её в курс дела ввожу, ты не пугайся, у них там свои странности, конечно, кучи, ну, как бы, они не совсем такие, как мы, говорят, но, говорят, в принципе, хорошие люди, положительные все. Значит, вот, и, представляете, а после собрания, вот, значит, мы едем, а меня Аша разбирает, я её спрашиваю, значит, а вот, что тебе понравилось, а что тебе не понравилось. Вот, мне интересно, её взгляд, первый раз она в таком собрании была, и, представляете, это меня ошарашило, оказывается, значит, что ей понравилось, что они молятся на этой физикаху. Да вы что, думаю, странная женская логика вообще, думаю, как бы, ей понравилось то, что мне, у нас не нравится. Я думаю, пробовать скажет, там, хорошая пробовать, пробовать такая была, правда, Григорий, он уже победовал, хорошая пробовать была, или там 200 хороших пили они. А вот, а говорю, ну, а что там тебе понравилось-то, они же молятся сами не понимают. Она мне говорит, ещё больше меня ошарашило. А ты знаешь, говорит, Серёжа, у меня раньше нечто подобное тоже было. Я сейчас не потормозал, матушка родная, мать моих детей. Вот это да, представляете? Я говорю, когда я что-то тебя знаю, ты нормальная, как бы, не заговаривалась. Так это было ещё до тебя. Как? Ничего себе, какие скелеты, что фу, моей жены. Ещё. А эту ракету я даже не знала. Оказывается, не, ну, она была девушка такая религиозная, православная, в храме, ну, в Москве тоже есть, чтобы с другой стороны, на север, по Ленинграду, в Санкт-Петербурге. Там, если как, с Москвы, если в Санкт-Петербурге езжаешь, то там, значит, направо, там, с Москвы, если, да, направо, то там курсы выстрелы, указательного будет. А налево там храм, красивый такой, знаете, как будто торт кремовый такой, вот, да, он очень красивый тут, пиво, очень аппетитный на вид такой. Вот, значит, в этом храме я тоже у них там читал пиво на Квирисе тоже, вот, мы там и, в общем-то, и познакомились. Вот, она помогала там тоже при храме, вот. В общем-то, мы, у нас была встреча такая, там, и знакомство именно при храме. Вот, я знал, что она религиозная такая, ну, девушка. Вот, и они вместе с мамой, ну, они вместе с мамой ходили, вот. Я тут думал даже, это две сестрички, наверное, думал. Нет, у меня теща такая, у меня там венец. Вот, значит, и, значит, и интересно, значит, ну, как бы, слава богу, я не надеюсь, что вас положил. Вот, на мою будущее жену. Вот, и, значит, и, знаете, оказывается, когда она готовилась там, она даже там, не монашеское, но полумонашеское правило там выполняла, там была такая бабушка была, при храме жила, монашечка-старика, еще дореволюционная такая. Вот, значит, ебракс я знал, матушка ебракс. Вот, значит, и, это еще в 80-е годы еще, еще конец 80-х. Значит, и, там, кстати, вот и матушка ебракс, и мы, как раз, и познакомились, собственно, там. Ну, уже начали общаться. Вот, как бы, ну, в храме там не пообщаешься особо, там. Я на глибусе, я на глибусе редко было, ну, с никаких пославлений не было. Вот. Значит, а там уже на неправной территории мы стали общаться. Так вот, я к чему говорю, что вот у нее, кажется, первые опыты вот таких непонятных языков были там у нее, представляете? Но, правда, священник их них, уже покойник, отец Абдуха Каташинский, очень хороший священник, ушел в вечность. В Белоруссии западный был он еврей, он очень, как бы, порядочный человек и посвященный, он служитель православным. Много лет он прослужил, лет 50, наверное, священником прослужил, как старец. Значит, и он хороший священник был, но он из-за недопонимания, он принял это за какое-то обольщение духовное, видимо, там, и запретил молиться вот такими непонятными словами, которые ты не понимаешь. Не надо, все, ни в храме, ни за храмом не надо так молиться. Это обольщение какое-то, видимо, все, и запретил строжайшее. Ну ладно, моя супруга, будущая, она послушная была, чадок этого духовного отца, значит, ну и как бы, хотя она говорила мне, что у нее пару раз был такой позыв, такой, ну, помолиться так вот, типа азербайджанского какого-то, не знаю, она говорит, я, вот, не русские там работали, вот, и вот какие-то слова, я узнавал, что нечто подобное я тоже говорил когда-то. Вот, ну, я не знаю, кто это такие, ну, наверное, азербайджанского, наверное, вот так вот, кавказцы, вот, и, ну, ладно, и когда мы ехали после служения у писядников, я, значит, там, послушал жилу, думаю, значит, ладно, она, человек, не заинтересованный, как бы, значит, в писядничестве, и, как бы, я вот после того серьезно задумался над этим. Ну, одним словом, Бог воскрестил Духу супернику, впоследствии, да, вначале ее, за нас помолили Забоев, она тут же начала, как бы, молиться, я, как бы, так напрягся, думаю, надо же, я думал, чай, я, как бы, как положено, матюшка, ну, ладно, а потом, думаю, ну, и хорошо, пускай она молится, а я, потом, да, вот, сделаю, говорю, да, от Бога меня, мало ли, мало ли, вдруг, как бы, вот, что-то не то, вот, и, значит, я смотрю, проходит там еще какой-то месяц, наверное, она, ну, хорошеет, жена, послушной стала такой, и, вообще, ну, именно, ну, послушной, не за страх, а за совесть, как бы, и, как-то, и вкусно, готовит, буть к сердцу, даже батюшке, тоже через хороший бурщ, я вот такой, поубедился, знаете ли, она бы не могла себя, ну, языки помогали, мы ей хорошо готовить еще, как бы, это лучше, вот, и, как-то послушной-путь, я, наверное, от Бога, наверное, ну, дьявол-то не будет заинтересован, вот, значит, об этом, ну, ладно, Вот, и я потом смягчился, так вот, а, я вначале даже так немного наряжал на нее, говорю, при мне только не молись так, пожалуйста, там себе там и Богу, да, может, что не при мне, пожалуйста, а он вообще, вот, а самому интересно было, как же он там молится вообще, вот, а потом я, как бы, говорю, помолись за меня, пожалуйста, я знаю у тебя много, точно, вот, хочу тоже иметь, так же, вот, как бы, она за меня помолилась, но я ждал что-то такое, там, не знаю, молодым, ну, что-то такое, хотя бы, аж, да, какой-то, я не знаю, что-то смешное такое, типа, гуси какие-то там, ну, как-то несерьезно вообще, я ждал что-то более духовного, вот, как бы, знаете ли, и она мне вдруг говорит, жена моя, у тебя уже есть это, ты просто стесняешься, сейчас говорить, ну, она знает вообще, я говорю, хорошо, ладно, ты постой здесь, я в эту сторону скажу, ну, очень спешно это слово, жестко, ну, вот, значит, я вернусь, вернулся, ну, как сказал, я говорю, да, сказал, но и теперь, я говорю, знаешь, а теперь еще более спешное слово, еще более, ну, ладно, я пришел еще, опять сказал слово, вернулся, несколько раз так выходил, говорит, ну, жена, проверь меня, пожалуйста, просто говорю, значит, а Бог ли у меня, мало ли что, вот, они, условно, такая история у меня произошла, крещение Духом, так интересно было, ну, всякие страхи мне были, вот эти религиозные, всякие фобии мешали мне, вот, просто так вот, окунуться в Господа, просто окунуться в Его Любовью, там, в Дух Божий, и вот, и вот уже в конце 2000 года, когда, а, кстати, вот это сон, с гробом-то, я молился, и есть разница, друзья, между, есть разница, не большая, но серьезно, молитв на языках, а есть говорение на языках, вот, у меня до того, до этого сна, насчет говорения было, ну, нечасто, просто молитв было, а здесь, той ночью, ну, по-моему, дружек, у меня было именно говорение, то есть, я уже не просто молился, я понимал, что я еще что-то провозглашаю, даже самым интересным стал, думаю, что я говорю, мне кажется, это весьма убедительно, вот, понимать в будущем это все, вот, сделал паузу, остановился, да-да, важно остановиться, молитв, дружок, и представляете, и, а мне было ужасно любопытно вообще, что же я такое говорил, и я тут понял, как будто это был одной-другой язык вообще, я, к примеру, татарский, ну, уже забыл многое, что, в детстве, так, значит, татарчонка, я много знал татарского языка, тем более, моя дедушка-бамушка, то есть, я по матери татарин, вот, мама моя Ибрагимова, по отцу еврей, по матери татарин, вырос русским атеистом, вот такая история новой жизни, вот, и, ха, моя еврейская родня, меня татарчонком все называли, вот, значит, потому что там у них по матери, значит, в татарской семье, нет, все там тоже дедушкам, то, значит, там еврейчикам, там, короче, я, кто же я, я, короче, я русский, все, я русский, останьте от меня все, я просто русский, да, ну, я говорю, мы русские, не как-то так вот, это все как-то запало, вот, и первый класс, я, я русский сразу сказал, я сказал, я русский, все, как бы, я не, не есть какие-нибудь фракции больше, вот, еще, но, знаете, интересно, что татарский, я там уже подзабыл уже, хотя там когда-то, либо узбеки, яшкаристов, либо там, я что-то понимаю, доносятся словаки-то в другое произношение, вот, и у меня большая мусульманская дня, хотя религиозной теории никакой раньше не было, в советское время мы жили, когда вот, то у нас все даже там мечети никогда не были, вот, это сейчас там много построили, потом ростало много мечетей, тогда-то и не было мечети у нас там, значит, где мы жили, и, хотя дедушка мой, его звали Гали Ахмед, он у нас всех мальчиков отрезал, и татарских, и еврейских всех отрезал, вот, такой глоткий дедушка был, вот, да, ему доверяли все, приносили, мальчиков, да, ну, как бы, у нас гордились этим даже, но, опять-таки, это не было больше религиозно, это больше было связано с культурой, вот, как бы, вот, принято, ну, ладно, а кем принято, зачем принято, для чего, как бы, непонятно, я так подозреваю, что я, по-моему, не особо не понимал, как бы, для чего это все, но, как бы, вот, теперь уже не знаю, и вот, значит, и, а то я понял, как будто бы свой второй язык, подзабытый, знаете, вот, какие-то слова, хорошо, на кухне никого не было, я тоже, кстати, у себя в церкви обучал, вот, именно, дару и столкование, и вот, вот, знаете, если тебе не интересно, никогда Бог этого не даст, если не любопытство, то очень сильная вещь, и очень хорошая вещь, кстати, Бог тоже очень любопытный, вот, значит, и Он нас по образу подобию Своему создал, просто любопытство, когда они туда направлены, это доносят, ну, очень много беды, а когда это правильное русло, очень хорошая вещь, вот, и, ну, все любопытство еще построено, вот, в этом мире, значит, и, знаете, кстати, Ернштейна спрашивали, как он эти открытия себе сделан, а он сказал так однажды, я, говорит, до самой старости, я, говорит, сохранил эту детскую страсть удивляться всему, не перестаю удивляться, вот, и, поэтому, вот, те вещи, которые я открыл, они, вот, вот, так вот, вызвали просто мое удивление, и, вот, я сказал вслух, вот, то первое предложение, которое я осознал, не все понимал я, какие-то слова, у меня не было, прям, вот, знаете, прям полностью предложения, чтобы я понял первое, но были слова, которые я, правда, на русском языке сказал, а связки этих слов, я уже сам уже, как бы, ну, знаете, как в Библии, там, порой, слова есть, да, а некоторые курсивы набрали, их не в Библии, но, чтобы было понятнее, как бы, так вот, набрали, вот, нечто, у меня, там, нечто подобное, как я представляю, как произошло. Второе предложение, я уже более внятно уже осознал, уже, четко, как бы, саму фразу эту, я ее снова, дальше сказал, третий, четвертый, и, представляете, я самого себя, для самого себя же и перевел, я, вот, так, интереснейшие переживания вообще, интереснейшие, да, расплакование – это очень сильная вещь. Я раньше, ну, Библию читал, но, как бы, честно говоря, не было примеров, наверное, ну, как бы, то есть, не было стимула, что-нибудь, какого-то этим заниматься, упражняться, оказывается, очень серьезная, очень полезная вещь. Это то же самое, что пророчество вообще-то, представляете? Мне, по крайней мере, в жизни очень сильно помогало, и не раз, но тогда это было самым просто потрясающим образом. Это было истолкование сна. Я перевел, вот это говорение, оказывается, это было объяснение и, как бы, некое продолжение даже этого сна. И было сказано, что это не просто девушка, и это вообще даже не девушка даже, что это церковь. И было сказано непосредственно, кто насилен, ой, не буду всех имен называть, там есть очень высокопоставленные люди, такие, прошлые, вот, уважаемые такие, но одно имя назову точно, потому что один из первых категорий хрестов, который насиловал и жаждал убивать, это был император Константин. Я на лекциях, в семинарах по истории христианства об этом рассказываю. Многие другие, я с вами не ожидал, некоторые имена услышали. Вот, сильные, верно сего, политики, религиозники насиловали, убивали церковь, расчленяются. И у дьявола, оказывается, из этого истолкования я узнал планы врага дальше. Что, оказывается, враг хочет сделать, представляете? Похорониться дальше. У него мечта убитые, вот это расчлененные, закопать и все, и не вспоминать. И из этого же истолкования я узнал и план Бога. А план Бога, оказывается, воскресить. Он хочет воскреситься. Но я настолько... Ну, не было слова православия в истолковании, но я по умолчанию, как бы, ну, я понимал, что идет речь о православии. Я, ну, пойму, я скажу так, что это не было именно сказано, вот именно так, но я это понимал в уме, что это идет речь о православии, по крайней мере. Вот. И, представляете, меня же за Христу вот это вот чувство, думаю, восторга, думаю, вот тогда у Бога есть план воскресить церковь. Воскресить. Удивительно, конечно, друзья. И в 2003 году прошло... Прошли некоторые годы, да, вот, и уже в 2003 году, уже больше 15 лет тому назад, я это все еще и попробовал своими руками. Как фамилию порой нужно потрогать, пощупать. Вот я тоже такой вот. И порой в этих вещах некоторых таких очень трудно, такой твердолобы. Знаете, как тот еврей, помните, который говорил Иисусу однажды, верю в Господь, помоги мы ему не верим. Вот, пожалуйста, ну, видишь, что я и верю, и не верю. Дышим, не дышим. И поймешь, что такое бывает в жизни наших людей. Вот у меня так вот бывало много раз. И, представляете, вот это верю, не верю, прогнозы у меня в 2003 года, я уже служил, что реформатор, вот молюсь, верю, не молюсь, не верю. Понимаете ли, тружуюсь тогда, действую, верю. С кем-то общаешься, я общаюсь, например, с традиционными священниками православными, тогда много общался вообще с разных юрисдикций православных. И рукой махал, какая там реформация, никому очень нужно вообще. Это не прошибает ли стены. Там даже священники некоторые просто мне говорят эти вещи, ну, страшно, короче. Ладно. И, понимаете, в 2003 году первый раз я обманулся за воскрешение мертвого, реально. Воскрешение мертвого. Но это было совершенно без всякой там, не знаю, подготовки, подготовки там. Ну, когда мы подготовиться, невозможно. То есть, как бы, это внезапно произошло, просто внезапно. И я был просто за рулем и попал в ДТП. Значит, я сбил подростка, школьника, который на танцикле ехал, понятно, без прав, там, они сами там что-то собирали, там, гаражей, выехал из села покататься, не на трассу даже, он уехал, но через трассу, короче, в другую село уехал. на другой, по другой стороне трассы. Вот, немного вот пересечь трассу. Вот, и была, вот, удар был сильный, 2 тонны на скорости, мало не покажется. Вот, значит. И мотоцикл не подмешал восстановлению, его, значит, но самое страшное, он сам бежал без признаков жизни, являлся куда-то на трассе. Вот, со мной была моя жена, дети, тогда у нас было 5 лет, и я убедился, они все целы, выскочил дальше, дорогу, выскочил, подбежал к этому пареньку, знаете, страшно, что он похож на его ребенка, и осознание, что на себя кровь человека, вот, жуть. Знаете, как будто кино про кого-то, как будто, как будто, это не со мной происходит. И я просто там вопил к Богу, не знаю, как, не помню все, какие слова, молитва, это порой просто вопил к Богу, я уже просто молился, просто вопил. у меня был протестовал против смерти, протестовал, мне понимание было, показалось, что это не его день вообще, он должен был жить. Мальчик воскрес, я, конечно, знаете, как он воскрес, когда мертвый давно, когда воскрес, у меня сразу, а может, это не была смерть, может, это просто такой обморок, такой не был, может, мне это показалось, что он мертвый. Ну, Вот, но дальнейшие все события показали, что, значит, он действительно был мертвым. Вот, это подтвердили после, там, дальнейшей, милиции, и, значит, и, значит, эти медики. Вот, но более подробнее об этом рассказываю. Даст Бог еще, я расскажу. И у вас, что такое, горло, порой, так интересно, значит, я не знаю, почему тоже я, у меня с вами куча вопросов к Богу, почему иногда вот так, бац-бац, и все, прям, совершается, тогда, жена говорит, ты ведь, троих уже воскресил, а простуду, что, я не знаю, что случилось, что, но это не от нашего благочестия, я точно понимаю, это не от наших, там, подругов религиозных, это от него, за некоторых молился, и они не воскресли, даже родные, близкие мне люди, друга своего тоже, похванили это, поможем моему, хороший был священник, молодой еще, я не знаю, почему он не воскресил, но не знаю, у меня до сих пор куча вопросов, я понимаю, что все ответы получены на небесах, все ответы, почему, что, зачем, но, друзья, после того случая, когда с этим мальчиком все произошло, да, он не только был воскрешен, он был очень быстро исцелен, очень быстро, то есть, в течение, там, 10-15 минут, его забрали с места происшествия, с ранами, несовместимыми с жизнью, врач сказал, ну, врач не видел его, видел его уже воскрешиво, но, он воскрешив был страшным, то есть, у него сзади была голова, как перестел, огну, спреснутая, там, мозги выведены, кости разошлись, как някоть, врач сказал только, что мы не довезем его до больницы, ну, и увезли его, знаете, я понимал так, что если Бог его сейчас поднял на дороге, не за тем, что он умер по дороге сейчас, нет, он будет живой, думаю, какой никого, хотя бы поломанный, но живой, по крайней мере, молился за его исцеление, как бы, понимаете ли, ну, но, так как, я скажу так, это точно не по моей вере, у меня, я верую еще на невеску, говорите, что он так вот, вот так вот, подобное, совершенно, вот, и, его через 10-15 минут, когда уже привезли в больницу, его выгрузили, уже совершенно здорово, то есть у него, видите, кости срослись, совершенно, кожа срослась, как будто ничего не ломалось, у него никогда, все, то есть срослось, и не только на голове, и не только на головах, но и все тема, хирург, он потом объяснял так, уже в больнице, врач, принес, ну, мальчика разделяя догола, он осматривал его, и он сказал такую фразу, что, как будто бы, его переодели по дороге в чужую одежду, потому что, по одежде, он понимал, что должны быть повреждения на теле, но, самое интересное, что под одеждой все было чисто, как будто бы, его переодели в чужую одежду, ему смыли кровь, кровь оставалась на голове, проверяли, это ему кровь, не чайка кровь, но, она смыли все, там почти, что, не нашли ни царапинки, ничегошеньки, как будто бы, ничего не было, дальше было еще больше, этот хирург, он вообще там славился, мне младший персонал, как много чего-то рассказал, вообще такие, говорили бы, женщины, санитарки, медсестры, интересно, они, они сарафан и раги, на браслезвонили все, так интересно было, но они мне говорили, что он такой, ну, атеист еще кто-то, еще такой, тертый калач, он такой, в больнице славился, своим атеизмом, таким, но, самое интересное, для этого хирурга, это было очень сильно, сильное свидетельство, потому что, проверяли не только, его тело, но и его там, мозги, с ним беседовали, вопросы задавали специально, и он там, и эти санитарки, кто там, ну, медсестры, ну, кто-то поздно его, короче, отвечал адекватно, все вопросы, все хорошо, и по ходу разговора, врач, узнает его, и говорит, ты у нас уже лежал, в хирургии, да, мальчик признался, что ты не ошибся доктор, что на самом деле, он лежал с хирургии, с перелом, с падения, было у него там, значит, мотоцикл когда-то, значит, и, представляете, значит, зажило все хорошо, у него, с первого раза, но, когда делали снимки, вот здесь уже, то, что врач потом сказал, это чертовщина какая-то, ну, с его слов, тоже фразу сказал в кабинете следователя врач скорой помощи, это не была массовая галлюцинация, это не могло нам всем показаться, кровь оставалась в среде, что все было на самом деле, и плюс еще это чертовщина какая-то, потому что, говорит, на снимках не только не было следов от новых переломов, без следов все зажило, но следа от старого перелома нету, значит, и врач сказал, что не бывает без шума с расстания костей, потом, значит, были другие врачи, но с ними я уже познакомился, это уже до вечера затянулось, это в оси, значит, другие люди, значит, и делали снимки, повторные все, и повторные показали то же самое, что он полностью, целый, невредимый, значит, я не шепу проблему, которая им казалась не связана, но как раз это подтверждало, что он был именно расширен, ладно, друзья, уже не будем, разрешать уже, врачей сдать уже, вот, и тем более, что уже пришло время, в это причастие движение, и знаете, друзья, да, спасибо, вот, и, самое интересное, касательно воскресенья, вам говорится, что он говорил, вы же воскресенский, вот, да, и, когда я ехал обратно, вот, то, я слышал голос, громкий голос, я никогда в жизни такого не переживал, ни до того, ни после того, то есть, это было в яме, я был за рулем, вверхом, я не в силе, не слышал голосов, вот, но этот голос был громкий, я был в машине резко громкому музыку включен, он был тем차ным,